Атака за атакой. Россия ударила по Сумам и Одессе. Десятки погибших и раненых. Качественно новый виток напряженности. США разрешили Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Реакция Москвы и Киева. Войнись. Рекордные цифры российских потерь. И как прошли антивоенные акции российских оппозиционеров в Берлине и других городах. Об этих и других событиях дня сегодня понедельник, 18 ноября. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Российская армия ударила сегодня по Одессе. Как минимум 10 человек погибли, более 40, включая четырех детей, ранены. Воздушные силы Украины заявили, что в жилой сектор Приморского района Одессы упала ракета, уже сбитая силами ПВО. Удар пришелся по жилому району. Повреждены дома, общежития, административные здания. Военные отмечают, что по городу ударили баллистической ракетой «Искандер». Чуть ранее российские военные запустили по Одессе беспилотник, предположительно, с целью воздушной разведки. Этот дрон также был сбит украинской ПВО. Среди погибших сегодня в Одессе семеро полицейских, один медик и двое гражданских. В городе также повреждена гражданская инфраструктура, отметил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его словам, речь идет об одной из самых смертоносных атак на город с начала войны. «Приехали, увидели. Это был ад. Паника, крики. Несколько десятков автомобилей горели в этот момент. И дома, и административные здания были побиты, разбиты». «Удар какой-то сильный, или вот как волной. И вот эта кыша пересела, я только поняла, что на голове у меня что-то. Когда машина передо мной, машина передо мной начали гореть и взрываться, это сразу, это мгновенно все было. Я быстренько, я не поняла, машина еще на ходу или не на ходу, оказалась на ходу. Я быстренько сдала и выехала вот сюда, потому что очень много вот было огня, всего такого, дым, ничего не понятно. А уже потом, когда развеялась, было видно, что и люди пострадавшие были. То есть мне просто повезло, что я разговаривала по телефону и задержалась на две минуты». Российский военный удар по Одессе не комментировали. Днем ранее, как пишет РБК «Украина», Одесса также подверглась обстрелу в ходе новой массированной атаки россиян по энергетике Украины. Вследствие обстрелов в Одессе сложилась крайне сложная ситуация с электроснабжением, отмечает издание. Российские войска ударили накануне вечером и по Сумам. 11 человек погибли, почти 90 раненые. Среди погибших и пострадавших также есть дети. В воздушных силах ВСУ сообщили, что удар ракеты «Искандер-М» пришелся по густонаселенному городскому району. Ракета попала во двор из пяти многоэтажек, который построен по типу колодца. В результате пострадали сразу несколько домов. Среди погибших двое детей 9 и 14 лет. Число пострадавших выросло сегодня утром до 89. Почти половина находится в больницах. 11 в реанимации в тяжелом состоянии. Среди них шестеро – это дети. Всего повреждено 13 зданий и около сотни квартир во дворе, который и стал эпицентром взрыва. В местной военной администрации Сум сообщили, что армия России применила баллистическую ракету с кассетной боевой частью, чтобы нанести максимальный урод. «Я выехала в магазин, и в это время мой ребенок был с бабушкой дома. Я бегом лечу сюда и вижу, что там все горит полностью. Я бежала, понимая, что мой ребенок дома с бабушкой. Накинула капюшон, летели все окна, все взрывалось. Мы быстро забрали ребенка, выбежали все, и выбежала собака, просто потерялась. В подъезд забежал назад. Нам его дали на руки». «У меня на руках женщина умерла только что. Двухсотая в ногу. Подавала признаки жизни. Взломывали двери, но не спасли. В квартире взломали дверь. Она ползла к двери и стекала кровью. Не хватило минут пяти. Взломывали двери». «Не хватило. Хвилины до пяти взломывали двери». Также российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре Сум. Город до сих пор остается без света. В российских и украинских телеграм-каналах публикуют кадры ударов и по Кременчугской ГЭС. Насколько сильно повреждена станция, официальной информации пока нет. Из-за массированного обстрела накануне во многих областях Украины перебои с электричеством. Это не случайные удары, это показательные удары, заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он также сказал, что после звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы воздержании от ударов, Россия показывает, что ее интересует на самом деле только война. Это была цитата. Российские военные официально не комментировали удар по Сумам и Одессе и информацию о погибших мирных жителях. В Подмосковье сегодня ночью сбили два беспилотника. Один над городом Раменская, второй в районе Павловского посада. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти города находятся примерно в 20 и 50 километрах от окраин российской столицы. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, написал Собянин в телеграм-канале. По данным губернатора Подмосковья, пострадавших и разрушений нет. Предыдущая атака дронов на Московскую область произошла чуть больше недели назад, 10 ноября, и была самой массированной с начала войны в Украине. Тогда на подлете к Москве сбили 32 беспилотника в Домодедове, Раменском и Коломне. Министерство обороны России отчиталось, что в общей сложности сегодня ночью над территорией страны были сбиты 59 украинских дронов над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями. Подавляющее большинство дронов 45 уничтожены над Брянской областью. США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, написали западные СМИ. В администрации президента США Джо Байдена пока официально это не подтвердили. Но накануне газета New York Times, Washington Post, агентство Reuters и Associated Press, а также другие издания со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон снял или существенно ослабил ограничения для Украины на удары по российской территории американским дальнобойным оружием, в частности ракетами Атакамс. Это решение означало бы существенное изменение политики США по данному вопросу. Западные СМИ сходятся на том, что решение действительно было принято, но издания расходятся в деталях, которые важны для оценки возможных последствий такого шага. Газета Figaro, сообщившая накануне, что Великобритания и Франция вместе с США сняли ограничения для Украины на удары вглубь России, сегодня утром отредактировала свой материал. В нем теперь говорится только о том, что такая возможность рассматривается. Британские и французские ракеты Storm Shadow и Scalp имеют большую дальность действия, чем американские Атакамс. Радиус последних до 300 километров. Глава МИД Франции Жан-Наэль Баро сегодня заявил, что Париж рассматривает возможность дать Украине разрешение на удары своими ракетами. При этом, по его словам, у него нет никакой новой информации на этот счет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе выразил надежду, что входящие в европейский блок страны согласятся разрешить Киеву бить по территории России. Я уже не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать то оружие, которое мы предоставили, чтобы не только остановить стрелу, но и поразить лучников. Я продолжаю верить, это то, что нужно сделать. Я уверен, что это будет обсуждаться снова. Я надеюсь, что государства, члены согласятся с этим, а если нет, то каждый из них предпринет все, что считает необходимым, чтобы поддержать Украину. Большинство СМИ, ссылаясь на источники, связывают возможное разрешение на удары дальнобойными ракетами не только со стремлением администрации Джо Байдена укрепить позицию Украины перед приходом в Белый дом Дональда Трампа. Главной причиной называется прибытие на фронт для участия в войне на стороне России тысяч северокорейских военных. По информации Bloomberg, КНДР может отправить в Россию в общей сложности до 100 тысяч военных. Нью-Йорк Таймс пишет, что целями ракет Атакам смогут стать именно дислоцированные в Курской области военные КНДР. Один из собеседников Вашингтон-Пост отметил, что США стремятся дать сигнал Пхеньяну о том, что отправка солдат на войну с Украиной была ошибкой. В Москве и Киеве уже отреагировали на сообщения о том, что США разрешают Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных американских ракет. Вот как в своем новом обращении высказался на этот счет президент Украины Владимир Зеленский. План усиления Украины – это план победы, который я представил партнерам. Один из главных пунктов – дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующее действие. Но удары наносятся не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. В МИД России, комментируя эту новость, сослались на слова президента Владимира Путина о том, что подобное разрешение будет означать непосредственное включение стран НАТО в войну против России. И Москва в таком случае примет меры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сослался на слова Путина, сказав сегодня, что он четко обозначил позицию России. Но Песков отметил, что пока официально разрешение объявлено не было. Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Вы знаете, пока есть публикация в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта. На что повлияет и повлияет ли разрешение западных союзников бить по территории России дальнобойным оружием? Политолог Олег Саакян в интервью нашему телеканалу «Настоящее время» назвал этот шаг серьезно запоздавшим. Как множество шагов от Соединенных Штатов, они происходят в тот момент, когда максимального эффекта от них достичь невозможно. Более того, постоянные сливы подобной информации, которые напоминают больше анонсы о применении вооружения, они, конечно, не воспринимаются с позитивом, мягко говоря, в Киеве. Я думаю, что выступление президента Зеленского полной мерой намекнуло на то, что Украина не очень довольна тем, что подобные вещи анонсируются через международные медиа сливами, поскольку тогда нет и фактора неожиданности. Но, конечно же, это важная веха, и она позволит сейчас более эффективно и противостоять России на Курщине, особенно в разрезе подготовленной ротации северокорейских войск, за последней информацией, уже около 15 тысяч корейских войск престирусуют на территории России, и подготавливается возможность ротации их раз на несколько месяцев, то есть есть еще и резервы на территории Северной Кореи. Поэтому такое вооружение, а таком, в частности, имеют и кассетные, снаряды, они могут позволить более эффективно отбивать накаты российских войск там. Европейские страны, в отличие от США, пока не готовы дать такое разрешение, считает Джеймс Никси, ведущий эксперт по российской внешней политике в британском аналитическом центре Chatham House. Агентство Reuters приводит сегодня его прогноз по решению союзников Киева в Европе. Германия, я думаю, не готова сейчас пойти на такой шаг. Хотя, предполагаю, что ее могут сподвигнуть на это другие смягчения по радиусам действия. Франция — это другой вопрос. Президент Макрон откровенно отстаивал идею, что это нужно, чтобы Украина выиграла войну. Он даже обсуждал вопрос об отправке туда войск. Таким образом, я думаю, что Франция согласится на следующий шаг, как и Великобритания. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер всегда хотел, чтобы это произошло. Было похоже, что когда он первый раз поехал в США и далее, он пытался убедить администрацию Байдена в том, что это был бы лучший следующий шаг. Но он тогда не преуспел. А сейчас кажется, что он добился успеха, и взгляды и позиции изменились. Поэтому, я думаю, что да, британские Stone Shadows и французские Skalps могут последовать примеру. Президент Турции Реджеп Эрдоган, по информации агентства Bloomberg, подготовил свой план заморозки войны в Украине и планирует представить его сегодня на саммите Большой Двадцатки в Риаде-Жанейро. По данным собеседников агентства, Эрдоган предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому отложить вступление в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину. Также предлагается создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии. Еще один пункт плана Эрдогана – гарантировать Украине военные поставки в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО. Bloomberg пишет, что в Анкаре хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгосрочной перспективе и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня. Турецкие чиновники в беседе с агентством высказали мнение, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, это наиболее реалистичный подход. Два европейских чиновника заявили Bloomberg, что все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу. В Кремле предложение Эрдогана уже назвали априори неприемлемым. Украинские и российские президенты не будут присутствовать на саммите G20, где Эрдоган планирует представить свое предложение. По данным Bloomberg, президент Бразилии проигнорировал просьбы Зеленского о приглашении. Путин же заявил, что не хочет срывать мероприятие из-за международного ордера на его арест. Ну и теперь о ситуации на фронте, где в Донецкой области продолжаются самые активные бои. Российские военные продвинулись в городе Часов-Яр, сообщает аналитический портал Deep State. И, как пишет Американский институт изучения войны, такое продвижение может быть частью согласованных усилий по захвату прифронтовых городов в рамках подготовки к наступлению предстоящей зимой. Российские войска будут пытаться сконцентрировать боевые действия в населенных пунктах, а не в открытых полях, пишет Институт изучения войны. Торецк, Покровский, Курахово – приоритет России в наступлении этой зимой. В Часовом Яре ситуация тоже сложная, заявили накануне в ВСУ. Российская армия продолжает попытки перейти канал Северский Донец-Донбасс, который разделяет Часов-Яр на две части. Для этого используют тактику малых пехотных групп. Микрорайон-канал, который захвачен российскими военными, практически уничтожен, говорят украинской армии. При этом в самом городе остается около 300 человек мирных граждан. Кроме Часова Яра, по данным аналитиков, российские войска также продвинулись под Курахово. Активные бои на этом направлении подтверждает украинский генштаб. Всего, как сообщают в ведомстве, на фронте произошло около 150 боевых столкновений за сутки. Кроме Донецкой области, российские военные наступают также в направлении Купенска. По данным Американского института изучения войны, они могли закрепиться на восточных окраинах города. Продвижение российских войск на территории Донбасса дается большими потерями, цифры которых стремительно растут. И сейчас, в сутки, армия России теряет почти в два раза больше, чем год назад. Темпы роста смертей сегодня рекордные с начала войны. Об этом писала Медиазона и Би-Би-Си. Журналисты ведут подсчеты на основе открытых данных. Так вот, по потерям показатели этого сентября, октября и ноября превышают цифры прошлого года в полтора раза, а данные 2022 года более чем в два раза. Корсенского нашел, парня никого не нашел. Фу-фу-фу. Войнички. Это видео появилось накануне в сети, где именно оно снято неизвестно. Российские военные ходят по ангару, в котором стоят ящики с телами погибших, и ищут своих товарищей, чтобы доставить тела родным. За кадром слышен стук молотка, сбивают новые ящики. А комментируя увиденное, военные отмечают, что много тел еще лежит просто на тележках. И в помещении стоит ужасный запах. Рост потерь, как мы уже говорили, может быть результатом активного наступления армии России в Донецкой области, где на штурм, по утверждениям некоторых российских военных, бросаются неподготовленные добровольцы. Медиазона также пишет, что большинство вновь прибывших погибают или пропадают без вести в течение 12-18 дней после подписания контракта с Минобороны. Некоторые винят командование в том, что оно, цитирую, бездарно гробит солдат в местных штурмах. А те, кто сопротивляется этому, получают угрозы, рассказал инженер-конструктор Иван Порядин с позывным «Механик». Командир нашей дивизии, 150-й, генерал-майор Терехин, начал разбирать разведывательный батальон, специальное разведывательное подразделение, отдельный разведбат, на куски раздергивать, которые начали передаваться в пехотные полки. В качестве усиления тут же пошли потери ценных специалистов. То есть, да тут даже просто нарушение работоспособности боевого подразделения такого, это уже, в принципе, выстрел себе в ногу. Начали поступать моим товарищам, а последствий и мне угрозы физической расправы и убийства. Конкретно звучали слова от комбата «И забью Досиня палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахова». То есть, ну не очень адекватное отношение командования, согласитесь, да, как бы к подчиненным, тем более к новоприбывшим подчиненным. После этого видео Порядин записал другое, уже с извинениями, мол, не разобрался, и призвался служивцев не жаловаться на командование, не записывать никаких обращений. Однако позже оба видео были удалены из телеграм-канала Порядина, а сам он пропал и перестал выходить на связь. Его судьба неизвестна. Добавлю, это не единичный случай, когда бойцы, которые пожаловались на командование, были переведены в штурмовые роты и либо погибли, либо пропали без вести. Против войны, против агрессии, за свободную мирную Россию. Под такими лозунгами прошел накануне в Берлине антивоенный марш оппозиции. На него вышли, по оценкам полиции, около двух тысяч человек. Инициаторами акции стали российские оппозиционные политики из числа бывших политзаключенных Владимир Карамурза и Илья Яшин. Выйти на протест россиян, живущих сейчас за рубежом, призывала и Юлия Навальная, вдова погибшего в колонии в России, оппозиционера Алексея Навального. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Россия без Путина! Навальная, Яшина и Карамурза во главе колонны, которая прошла по центральным улицам Берлина до российского посольства. Корреспондент немецкой волны отмечал, что колонна к началу шествия растянулась на 50-70 метров и насчитывала несколько тысяч человек. Вывод российских войск из Украины. Суд над президентом Владимиром Путиным. Освобождение всех российских политзаключенных. Такими были три главных требования. Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее раскритиковал антивоенные шествия в Берлине. Дипломат считает, что это пиар-акция, целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики. Критика звучала и среди оппозиционно настроенных россиян. Недовольство вызвали сначала российские флаги на изображении, которое анонсировало марш. На самом шествии флагов России, правда, практически не было. Также активистов упрекали в том, что они мало говорят об Украине, что их требования размыты. Организаторы марша, в свою очередь, подчеркивали, что в самой России сейчас нет возможности легально проводить акции протеста. Но живущие за границей еще могут показать, что мирная и цивилизованная Россия существует. В качестве трибуны выступающие использовали стол, что их нисколько не смутило. Я первый раз выступаю на столе, но если нужно залезть на стол и сказать, что Путин убийца, значит, я залезу на стол и скажу, что Путин убийца. Я очень рад, что все увидели, что есть много россиян, которые не поддерживают политику Путина, которые требуют вывода войск, которые выражают солидарно с политиключенными. Для нас было очень важно показать, что нас много, очень важно показать нашу способность консолидироваться и показать, что мы являемся реальной политической силой. А любые акции должны повлиять, любые. Если ты ничего не делаешь, ничего не происходит. Это наш долг. Людей, которые могут это сделать, это сделать. Мы делаем то, что мы должны делать. За малейшую демонстрацию протеста России сегодня дают многолетний тюремный срок. Поэтому мы здесь сегодня, что называется, из-за себя, из-за того парня. Я хочу надеяться, что голоса всех наших соотечественников, которые были здесь сегодня на улице Берлина, и, кстати, во многих других городах мира, акции солидарности прошли на самых разных континентах, если вы не видели в соцсетях эти фотографии. Я очень надеюсь, что эти голоса поддержки и солидарности будут услышаны в России. Нет войне! Нет войне! Антивоенные акции россиян прошли накануне также в Хельсинки, Варшаве, Праге, Вильнюсе, Токио, Австралийской Аделаиде, Сан-Франциско и других городах по всему миру. Возвращаясь к маршу в Берлине, отмечу, что он, как пишет русская служба BBC, стал первой большой акцией российской оппозиции в изгнании после начала полномасштабного вторжения армии России в Украину. Российские оппозиционные активисты регулярно проводят акции против войны в Украине и российских властей в разных городах мира. Как правило, число их участников не очень велико. Последние крупные акции прошли в феврале в связи с гибелью в колонии Алексея Навального. В Кремле в связи с маршем в Берлине заявляли, что российские власти не интересуют мнение оппозиционеров Ильи Яшина, Владимира Карамурзы и Юлии Навальной. Они, как сказал Дмитрий Песков, окончательно оторваны от своей страны и не имеют к ней никакого отношения. Участники трансляции «Радио Свобода» с акцией в Берлине говорили в том числе и о важности солидарности. Люди хотят видеть, что они не одиноки. Те, кто здесь находятся, те, кто на это смотрят, те, кто будут смотреть на эти кадры и на эти видео издалека, скажем так, те, кто будут смотреть на них из России, увидят таких же людей, как они сами. Это важный смысл вот именно таких акций солидарности. И еще одна новость в завершении выпуска. Россияне в этом году побили рекорд по покупкам алкоголя. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. За 10 месяцев нынешнего года в России в рознице было продано 184 миллиона декалитров алкогольной продукции. Это максимальный показатель с 2017 года. С января по октябрь продажи алкоголя превысили показатель за аналогичный период прошлого года на 0,8%, а с 2017 выросли на 21%. Значительный рост показали продажи ликера водочных изделий, настойки, наливки, ликеры, бальзамы и другого крепкого алкоголя – виски, рома, джина и кальвадеса. Особенно активно россияне покупают водку. Продажи слабоалкогольной продукции, напротив, снизились. За 10 месяцев ее было продано почти на 20% меньше, чем за такой же период прошлого года. Как отмечает РБК, это связано с повышением акциза, который вырос в 4 раза. В России очень высокая смертность от алкоголя с употреблением алкоголя. В стране связана каждая пятая смерть. Что ж, на этом у меня сегодня все. Следим за развитием событий, как и прежде, чтобы держать вас в курсе того, что происходит. Я Мелани Бачина. Вы обязательно берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова